Джентльмен с дамой в ресторане. Официант подходит и спрашивает, чего изволите. Мужик отвечает, что-нибудь экзотическое, пожалуйста. Официант уточняет, хм, как насчет бешеной коровы. Мужик посмотрел на даму и говорит, я так думаю, она закажет себе сама. Стюардесса подходит к главному пилоту и говорит, там какой-то мужик хочет выйти. Пилот уточняет, он весь в бинтах, гипсе и с костылем. Стюардесса кивает, да. Пилот продолжает, тогда пусть выходит, он всегда тут выходит. Звонок в дежурную часть, мужик говорит, здравствуйте, вы вчера присылали наряд по адресу. В ответ слышат, да, имели место нарушение общественного спокойствия, громкая музыка. Мужик продолжает, слушайте, передайте им, пожалуйста, пусть еще раз заедут. Забыли они тут фуражку, пистолет, да и фотки посмотрят, прикольные получились. Маленький мальчик прибежал к маме и говорит, мам, у меня две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Мама посмотрела на него и отвечает, давай с хорошей. Мальчик продолжает, я больше так не буду. Переполненный автобус. У одной тетки на руках младенец, который беспрерывно орет. Она его успокаивает, все без толку. Рядом стоит полицейский, терпит, терпит, потом говорит, дайте его мне, я умею разговаривать с людьми. И точно, через полминуты младенец вдруг замолкает и засыпает. Мамаша спрашивает, ой, большое спасибо. Как вы это сделали? Полицейский объясняет. Да как обычно, дубинкой. Жена кричит на мужа-ковбоя, чтобы в нашем доме ноги не было твоего приятеля Джо. Муж недоуменна, а в чем дело? Жена продолжает, он украл у нас набор ложек из серебра. Муж уточняет, которые нам подарили на свадьбу. Жена объясняет, нет. На которых написано, отель Хилтон. Встретились два приятеля, первый рассказывает, нет, честность все-таки себя оправдывает. Второй уточняет, из чего ты сделал такой вывод. Первый продолжает, я на днях приманил чужую собаку, и хотел ее продать, но никто не дал за нее даже пяти фунтов. Тогда я вернул собаку хозяину, и он дал мне десять фунтов. Мальчик пристает к отцу. Пап, а как устроены мозги? Отец отмахивается. Отстань. Мальчик продолжает. Ну как устроены мозги? Отец гневно. Отстань, у меня другое в голове. На уроке истории мальчик спрашивает учительницу. Марья Ивановна, а чем занимались пионеры? Учительница подумала и отвечает. Они ходили собирали металлолом, макулатуру. Мальчик продолжает. Это как бомжи.